МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Удачный визит». И я, Алексей Загороднюк, ее главный визитер. Мы встречаемся со знаменитыми и известными людьми и открываем их для себя, ну, конечно, прежде всего для вас, в новой, необычной и совершенно не звездной роли – роли дачников. У героя нашей сегодняшней программы, помимо главной любви его жизни, актерской профессии, есть еще одна нешуточная страсть. Он собирает камни, но не драгоценные, а самые, что ни на есть, обычные булыжники, кирпичи, но не все подряд, а только те, из которых 100, 200 и даже 300 лет назад строили дома и мастили улицы и площади новой столицы Российской империи. Разумеется, что лучшим местом для этой коллекции стала дача. И хозяина ее, известного актера театра и кино Андрея Носкова, можно по праву назвать еще и хранителем древности. Вот Андрею Носкову мы и наносим сегодня визит. Еще в институте Андрею Носкову прочили амплуа комедийного актера. Юный Носков играл в ТЮЗе, вел детскую программу на ленинградском телевидении, но настоящий успех пришел к нему после сериала «Кто в доме хозяин». Веселый и скрометный герой фильма Никита Воронин подтвердил – Носков мастер веселых перевоплощений. Правда, сам актер считает, что способен на большее. Он сыграл множество серьезных драматических ролей в театре и кино, а недавно вместе с братом, актером Ильей Носковым, основал театральное товарищество и теперь сам, как режиссер, ставит спектакли. Добрый день, Андрей. Здравствуйте, добро пожаловать. Так интересно пройти было возле Моховой улицы. Скажу больше, когда я прошел, когда я узкал участки, и увидел эту табличку, а табличка была здесь, она принадлежала бывшим хозяевам, я сразу понял, это знак, поскольку я учился на Моховой улице в Петербурге, в театральной академии, надо тут осваивать территорию. И начал. Да, ну вот как раз давайте и расскажите, как вы ее начинали осваивать. Давайте, может быть, с Моховой мы и начнем тогда? Пойдемте. Давайте. Так, ну вот у вас начало улицы Моховой, с вазой, такая амфора. Амфору я привез из Греции. Туристы удивлялись сильно, потому что она огромная, понимаете, ее в ручной клади, все везли разное, я вот такую вазу привез из Греции. Я дачником стал по случаю. Так вышло, что наши родственники живут рядышком, а мы стали думать о том, не обзавестись ли собственным хозяйством. Вот, тем более, что, конечно, детям летом на природе гораздо лучше, чем в наших каменных джунглях. И мы стали искать, и просто шли по улице, сказали, а вот спросите там. Мы зашли, поздоровались, здрасте, здрасте. Тут что-то уже было, мы вот сначала там оттуда начинали. Но и когда я ввел табличку, я понял, что это знак. Вот, и очень хорошие хозяева бывшие, спасибо им большое. Вот, они такую хорошую энергию оставили. Так мы очутились на Моховой за городом. Понятно. Ну, то есть, в общем, часть каменных джунглей у вас осталась. Есть такое дело. Ну, одно явное совершенно образ джунглей. Образ джунглей, да. Мы еще до сих пор что-то доделаем на участке, где-то копаем, где-то закапываем. Еще ведем ландшафтный дизайн. А камень был выкопан на участке, вот, установлен. Он, мне кажется, еще ищет свое место. Может быть, вот его надо к углу сюда куда-то. У нас тут передвигаются и камни передвигаются, и деревья передвигаются. Некоторые деревья, даже дикие, я пересаживал несколько раз. Включая сосны, ели и прочее, прочее. Думаю, нет, что-то она тут не прирослась. Ну, как я ее пересаживаю? Пересаживаю, да? Ну, вообще, удивительно. Ощущение полное, что вот как будто бы рука человека совсем чуть-чуть касалась этого участка. Настолько вот он гармоничен. Ну, я стараюсь чуть-чуть, но в то же время действительно создать иллюзию, что это вот такое живое, настоящее. Ну, следить приходится, потому что все равно прилетают комары, жуки, трава вырастает, зарастает. Поэтому следить приходится. А что бы вы все-таки посоветовали, Андрей? Что можно из камней еще на участке сделать? Слушайте, это можно целый какой-то такой парк камней сделать, по которому можно и ползать, например. Всегда интересно. Вот, дети у нас, там есть тоже еще куча камней, которые я потихонечку дополняю. Я такой, знаете, собиратель. Увижу, лежит камушек, я его раз в багажничек. Вот, и кучка растет потихонечку. Они там любят ползать. У нас вон там мангал стоит, не сколько для шашлыков, сколько для такого костра. Ну, еще в ряд цвет много. Какие-то вот каменные ступеньки можно делать, все такое. Такое сочетание. Оно с одной стороны дает красоту, с другой стороны, конечно, допустим, когда дождь, то там по траве ты так не походишь, и по камушкам более приятно. Ведь эти же места, когда-то в финскую войну, это же здесь линия Мандергейна где-то проходила рядом. Да, там даже есть домик построенный прямо на доте. Во как! Да, то есть вот эта вот разновысотность участка, еще в том числе из-за того, что здесь шла линия обороны. Да, шла линия обороны была, был этот как вот овраг вырытый, да, траншея. Траншея, да. И вот там, в начале садоводства, вот здесь в конце вот два дота. Ну, и они там еще в лес уходят, дота эти уходят. Понятно. Поэтому нам пришлось этот ров выравнивать, так что трудимся, трудимся. Нет, ну это здорово получилось. А вот там вы еще в другом конце участка, я смотрю, ведь тоже у вас какие-то совершенно необычные, неожиданные формы камни. Да, это камни, привезенные тоже из разных мест, какие-то из России, какие-то из Финляндии. Тут еще не все они выскочили на улицу, нет никакой системы, просто они мне нравятся. Вот в Камчатке, это лава. А это что? А это тоже с моря, это как коралл, ну вот такой странный коралл, вот такой вот огромный, такой вот формы, такой ракушняк такой. Это вот, например, тоже, это тоже лава, но это камень с острова Санторини. Там вот вулканические черные камни лежат круглые, это вот оттуда. Это вот, например, горный хрусталь. Ух ты какой! А остальные камни, они, может быть, не такие особенные, но вот форма у них вот такая интересная. Да, в форме сердца. В форме сердца. А это такое вообще, как будто, знаете, яйцо динозавра. Такое ощущение, что скоро вылупится динозавр. Да. Андрей, я вот слышал, что вы и в городе, в Петербурге собираете камни. И кирпичи, и булыжники, так? Есть такое дело. Ну, у меня тут тоже, я вам покажу, там потом кое-что в Сарачике тоже есть. По кирпичику, по кирпичику, вот так мы дом тыквы и построим, да, или кого-то, я не помню. Собирать камни, это такое тяжеловесное занятие, увлечение, хобби, требует усердия. Сил, выносливость. Выносливость, да. Вот, поэтому как-то вот это вот успокаивает меня. Андрей, я вот еще раз, знаете, на что сразу обратил внимание, вот он за нами. Что это за тележка такая? Ходили мы в соседнюю деревню, тут коровки за молоком. И смотрю, стоит там в поле, в кустиках вот такая вещица. Смотрел на нее, смотрел, смотрел, смотрел. Подошел к хозяину, говорю, что это у вас такое? Вот такая косилка. Начало 19 века. Мы с ним поговорили, я мне ее отдал. Вот здесь, собственно говоря, цеплялась к лошади. Ага, фирма Деринг, да, немецкая? Да, то ли немецкая, то ли голландская, не знаю. Ну, вот так вот сидел тот человек. Понятно. Вот. Здесь есть разные, можно было регулировать высоту. Вот там вот внизу зубцы. Зубцы вот там. И вот она косила. Ой, что себе. Насколько я знаю историю, вот она там чуть поломалась, когда ее прицепили, поберегли. Лошадь прицепили к машине, машина не рассчитала. Тернула и там вот. Так это вот так вот, а без резины эти колеса, они ходили? Да, да, вот так они ходили. Андрей, ну вот скажите еще, пожалуйста, мне вот такую вещь. Привет. Это младшая ваша. Глася. Это уже явно, по-моему, для детей, да, у вас? Да, это, знаете, я думаю, что у всех нас, у взрослых, была в детстве мечта, и мы все в нее играли. Это домик на дереве. Да. И мы вот позволили себе и им сделать такой домик на дереве. Даже не знаю, кто больше радовался. Догоняйте. Да, ну такую и газу разве догнать? Тут не было никакого, как сказать, специального проекта, была идея, и, в общем, он делался вот как делался. Что-то приходили идеи по ходу, и очень многие даже вот эти балясины, тут уже потом и Тимофей вырезал, красили они сами. То есть, тут такое было сотворчество, так что к этому все приложили руку. Здрасте. У них есть терраса здесь, ну а там у них бодуар, там у них чего-то у них, там только нет. Сейчас покажу. Вот, у них тут стульчики такие маленькие. Мы тоже там по случаям покупаем такие специальные вот дубовые, кстати, без единого гвоздя сделанную. Самое функциональное из этого домика то, что в дождливую погоду, или не обязательно в дождливую, а просто не очень хорошую, буду часто играем в настольные игры или еще во что-то. Понятно. Спасибо, папе. Спасибо. О, гамачок, качельки, ну да, действительно, три уровня. Андрей, ну судя вот по этому декоративному элементу, здесь баня? Правильно, поняли, баня. Сейчас я покажу, что это за декоративный элемент. Давайте. Как это говорится из-за, раз, два, три. Опа! Поэтому после баньки, посидев в прекрасной качалке, отдохнув, можно тихонечко сбежать, встать на деревянный помост и окатиться холодной, колодезной водой. Ну вот сочетание дерева и камня мне очень нравится. Вот это ведь спилы каких-то деревьев, как ступеньки, да, насколько я понимаю? Да, да. Это мне очень нравится, я их берегу. К сожалению, вот время работает над ними, потому что они, ну, на воздухе, на дожде. Ну мы их обрабатываем, и это, конечно, очень красиво. Опа! Потрясающе, просто потрясающе. И я вот смотрю уж, если мы заговорились о древностях, ну, что вы вообще собиратель, хранитель древности, помимо своей основной профессии, да? Вот, еще много. Что? Вот хомут на кого? Ах, хомут. Да. Тут можно много придумать версий, кто кого хотел хомутать, я ли супругу, она ли меня. Ну, просто, знаете, люблю собирать вещи, которые какую-то историю имеют, которые какая-то энергетика. И вот такой вот хомут, тем более, чтобы детям показать, потому что, когда дети читают книги часто, вот там, Симофей сейчас Гоголя читает, там много непонятных слов, что, кто, куда. А так я сразу говорю, вот это хомут, вот он надевался на лошадь, вот вот так, такой он был. Ясно. А вот стульчик за вами, это? Он неподъемный. Это... Ого! Это чугунный стул. Он такой вот садовый, такой псевдо, вот классический. И я очень люблю еще со съемок что-то забирать. Мы снимали историческую картину в 1812 годе, и вот я такое вот колесо, настоящее телеги на память взял. Поэтому какие-то такие хорошие воспоминания есть. Вы же из Питера привозите камни, вот брусчатка. Тут есть какие-то питерские камни? Есть. Даже иногда в некоторых новостройках были какие-то исторические, уж не знаю, там, мостовые. И когда это вот сейчас перекапывается, трубы не трубы кладут, то это все возникает. Вы любите камни, а вот дом у вас из дерева. Я считаю, что это не загородный дом, хотя мы здесь бываем и осенью, и зимой. Это такая вот дача. Дача, где должно быть все, ну, максимально натурально, потому что дерево хорошо дышит в нем, прохладно, когда на улице жарко, в нем тепло, когда зимой. Холодно на улице. Оно уютное, оно такое, оно такой наш материал. Давайте посмотрим. О, балкончик. Это же не балкончик, я бы сказал. Ну, такая терраса. Многие говорят, надо ее застеклить, застеклить. А мы считаем, что так открыто. Мы вечером выставляем сюда стол, и у нас здесь ужин. Да, и вот мангал это было. Это, кстати говоря, для красоты, это не для шашлыков. Она не утилитарная такая вещь, да? Да. Мы здесь любим такой пионерский большой костер делать, и вокруг него сидеть тут можно и на подушках. И вот, кстати говоря, он стоит на вот таких вот квадратных булыжниках из мостовой. С одной стороны, я думаю, что у дел дачников всегда есть что-то ненужное, что везется из города. Но тут у меня привезенная из города, но ожидает своего часа. А, вот, значит, где коллекция ваших кирпичей. А какой из них самый старый? Ну, самый старый, это где-то 1750-е, вот те годы. Все-таки при постройке вот города. То есть город как раз строился, и вот эти кирпичи привозили. Там есть Петровских реально времен, и чуть-чуть там уже попозже. И, конечно, это очень красиво. Я ощущаю в этом историю какую-то. С чего началась ваша коллекция? Вот какой кирпич был первым? Знаете, у меня есть один хороший друг, архитектор, и как-то я ему шел на юбилеи его архитектурной мастерской, и у меня не было такого подарка. Ну, что подарить? Не человеку, а мастерской. Вдруг я увидел, в общем, для Петербурга это не новость, вот такой кирпич с клеймом, с очень изящным, красивым, с ятями, с старыми буквами. Я ему подарил, вот, потому что, говорю, ты же строишь город, ты как бы имеешь связь времен, веков, вот подарок. И мне так это понравилось, что потом я стал, надо обращать внимание, где-то на набережных, которые вымываются, там, не знаю, на островах, или там на заливе, да и город реконструируют, постоянно что-то сносят, приносят. И у меня больше 250 разных кирпичей, да. Андрей, так получается, что по кирпичам можно историю города изучать? Можно. Вот, например, вот «Двуглавый орел». Ведь Геральдика менялась, менялось время, и менялись, вот, например, орлы. Чуть-чуть менялись яти, их написание и стиль. Где-то есть такие более готические, скажем, буквы, а где-то уже такие ближе к нам. Так что это любопытно очень. А клеймили их для того, чтобы проверять, чтобы брак не делали. Всегда номер партии стоял, и так далее, и так далее. И всегда, если вдруг что-то плохо там трескается, сразу могли найти. Грамотно люди. Делали, строили. Ну, и всякие вот глупости, видите, тут кое-где. Если компьютер вдруг вырубится, то можно спокойно посчитать. Когда их много, сразу какой-то эффект появляется. Ну да, конечно, когда много. Это уже говорит мне о том, что вы считаете, вот, по профессии. Это дизайнерская находка. Андрей, вот сидя на дощатой террасе вашего деревянного дома, я хочу вас спросить, а каким был краеугольный камень, который лег в фундамент этого дома? Видимо, в каком-то возрасте приходит ощущение, что, вот, как говорится, ближе к земле, в хорошем смысле слова. Приятно босиком походить по траве, послушать тишину. Здесь действительно тихо, лес сразу. Это успокаивает. Поэтому я бы назвал вот это краеугольным камнем. Это какое-то стремление чуть-чуть убежать от суеты, но вот недалеко, скажем так, от Петербурга. Скажите, а вот при строительстве этого дома какие-то камни преткновения были? Вы знаете, мне очень нравится, что дом стоит на таких сваях. Это как такая избушка на курьих ножках. В этом тоже что-то есть легкое, невесомое. И вот это такой, может быть, какой-то камень преткновения, потому что это связано уже с другими проблемами. Что зимой тогда он более холодный получается, что ли, дом. Поэтому потом пришлось немножко утеплять его. Что подвод воды определенным способом нужно делать, чтобы она не замерзала зимой. И красота одного и какая-то легкость одного связала проблемы с другим. Андрей, я вижу, что мне очень нравится на вашем участке. Очень много самых разных деревьев. Тут и сосна, и береза, и много плодовых деревьев, фруктовых. Кто вот их сажает? Я занимаюсь. Не то, чтобы я совсем садовод, но я пытаюсь так. То, что зачем мне не особо нужно ухаживать, как мне кажется. И каждой весной что-то я досаживаю. В этом году я посадил там еще две яблони, одну какую-то, вот сливу. Мы варенье варим из слив, да. У нас ревень растет, вот мы варенье из ревеня делаем. Поэтому что-то такое не очень огородное, но в то же время приятное. Потому что, ну, и детям это здорово сорвать яблочко с дерева. Как-то в этом какой-то уют есть. Кое-где еще сосынки высаживаю, там ели. Вот у нас там вот одну березку, мне жалко, ее там поели, какие-то короеды неуберегли мы. Так что понятно, что она скоро упадет. Я уже у основания ее посадил каштан, вот, например. Просто из каштана в городе взял каштан и просто закопал землю, поливал. Так что вот у нас пророс, посмотрим, что будет. Так получается, у вас легкая рука? Ну, есть такое дело, есть такое дело. Один может по всем правилам агротехники что-то посадить, и у него ничего не вырастет. А другой может просто палку выткнуть в землю, и она расцветет. У нас есть небольшая грядочка. Ну, мы там тоже, опять же, то, что растет само по себе, лук там, например. Вот, лук, вот там ревень у нас там, хрен растет. И сейчас там еще что-то такое появилось. Вот, и в какой-то момент решили посадить, не я, правда, дети, супруга, решили посадить тыквы для красоты. Значит, и чтобы не поливать всю грядку, они пометили ее грецкими орехами, которые привезены с моей родины, с Украины, из Новой Каховки. Ну, вот тыквы не выросли, грецкий орех пророс. Я его на зиму там укрываю, чтобы он не подмерз. Ну, вот уже ему три года держится потихонечку, потихонечку, крепнет. Так что такая история, да. Я правильно понял? У вас любовь к земле с детства? Ну, я родился, да, в общем-то, в аграрном месте на юге Украины. Бабушка моя, в общем, была агроном, кстати говоря, сейчас сказал и вспомнил. И как-то все копалось, выращивало. И, в общем, с детства как-то я помогал. И поэтому какие-то, не знаю, навыки забытые, видимо, просыпаются иногда. На генетическом уровне. Да, наверное, наверное. А вот я еще смотрю, у вас здесь на участке барбарис есть. Барбарис, да. Прошлой осенью кроты подъели ему корни. Я боялся, что он потеряется. Он вообще был большой, я его подрезал. Он был такой плотный, у него были стебли. И надо сказать, что мы собираем и делаем барбарисовый лимонад. Вот, это приятно. И вообще так сушим и в чае, такая прям приятная добавка. Так что мы в этом смысле, у нас все работает на пользу здоровья и настроения. Поделитесь рецептом барбарисового лимонада. Его можно слегка размять и бросить в воду. Вот, можно добавить чуть-чуть уже там, не знаю, листья мяты или лимона. Можно потолочь в ступке, тогда будет более такой терпкий вкус, потому что уже косточки присоединятся. Вот, и так далее. Иногда просто заливаем водой, колодезная иногда, кипятим. Потом охлаждаем, получается такой вот холодный такой барбарисовый напиток. Андрей, вот я смотрю, у вас за спиной, и вот на березе там еще скворечники. Так тут не одна семья, получается, живет. Вы знаете, да, но мы прозевали эту весну. У нас, хотя этой весны было много в разных скворечниках и даже на деревьях гнезд. Была ли жизнь бурная, коммунальная в этом скворечнике, мы не очень знаем. Но он такой забавный, он даже, может быть, больше для какой-то атмосферы. Ну, нам очень нравится и всех вселит наших друзей, гостей и родственников, которые к нам приезжают. Коль скоро вы родом с Украины, там принято, что глава семьи – это мужчина, но вот этой головой вертит шея жена. Вот если исходить из этого, а кто у вас в доме хозяин? Вы знаете, я все-таки надеюсь и к этому стремлюсь, чтобы была вот в самом хорошем смысле демократия. Конечно, быт и вот эта вся организованность, она на супруге. Поэтому мы дополняем друг друга. Мне нравится, что тут уже такие мужские амбиции, что ни одно серьезное мероприятие, неважно, там покупки чего-то до, не знаю, поездки на море, без моего ветта последнего не решается. Так что тут мужская гордость, значит, радуется, но, в общем, мы в диалоге, в диалоге с супругой. Ну, а, конечно, пока дети такие вот маленькие, можно сказать, что многим и они правят. Мы подстраиваемся под их графики, неважно, школьные ли, графики сна, их какие-то желания. Так что они тоже вносят свою лепту в демократию отношений в семье. Ну, это равноправие. Вы относитесь к ним как к взрослым людям. Ну, да, я считаю, что всегда должен быть диалог. И сам к нему стремлюсь. Не всегда хватает времени, но пытаюсь. Андрей, ну, коль скоро мы говорим с вами о доме, может, покажете его тогда изнутри. Ну, добро пожаловать. Спасибо. Супруги нет, поэтому тут такой холостяцкий у нас бардак. Все просто. Зона обеда, ужина, завтрака, сбора паззлов, шахматы и прочее. Печка, чтобы можно было зимой. Вот тоже какой-то раритет у вас, я смотрю на свет. Да, это такой кибан, но мы сделали с Тимофеем из старых ложек. Там маленькая комната, если к нам гости приезжают. Так что все очень просто, практично, для жизни. И функционально. И функционально. Ну, пойдемте там посмотрим наверху что-то. Ну вот, а здесь лестница для здоровья. Здесь, собственно, детская. Они там спят, можете заглянуть, пока их нет. Ну, а позади вас, уж туда я не пущу вас, закрою дверь. Там спальня и балкончик, где я сижу и размышляю о жизни. Вот, пожалуй, и все. Андрей, вы знаете, я о чем подумал, когда мы с вами говорили? О том, что как замечательно было, чтобы вот таких людей, интересующихся историей, берегущих ее, было бы побольше. Вот таких же, как вы. Я хочу, во-первых, сказать вам спасибо за то, что вы нас приняли и столько интересного рассказали. И пожелать вам, чтобы вот все новые камни, которые появятся у вас на участке, были не камнями преткновения, а краеугольными камнями. Спасибо. Спасибо. Хорошего настроения. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Ну вот как тут не вспомнить вечное библейское экклезиаста. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Хозяин этого гостеприимного, замечательного дома, известный актер Андрей Носков, собирает камни. И сегодня на его примере мы увидели, как много может сделать всего один человек для сохранения истории. А это значит, наш визит был удачным. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»